Глазы Этана были закрыты марлей, но он мог видеть сквозь марлю и сквозь цементную стену. Он увидел, что медсестра по соседству была без нижнего белья. Итан чувствовал себя невероятно. Он думал, что у него галлюцинации после того, как его глаза были повреждены. В это время к нему в гости пришел его друг и бросил ему яблоко. Когда он собрался есть, то обнаружил, что яблоко сгнило и в нем завелся жук. Он надкусил яблоко, чтобы проверить. И, конечно же, там были жучки. Что еще более удивительно, так это то, что он может видеть родинку на лице доктора. Под докторской маской он попросил врача снять с него маску. Родинка на лице доктора точно такая же, как та, которую он только что видел, когда Этан вернулся в антикварный магазин, где он работал. Он действительно мог видеть прошлую и настоящую жизнь антиквариата сквозь поверхность антиквариата. Этан задавался вопросом, почему он обрел особые способности после того, как его глаза были повреждены. В этот день Карл достал антикварную вещь, чтобы Этан мог ее опознать.